Одержав пять убедительных побед в пяти штатах на северо-востоке США, Дональд Трамп объявил себя предполагаемым кандидатом. Как он выразился, боксером, который только что отправил противника в нокаут и которому уже не нужно ждать решения судьи. Я уверен, что выигрываю. Я считаю, что это конец гонки. Эти двое ребят уже не могут победить. Судя по всему, миллиардер уже готовится к президентским выборам и агрессивно критикует наиболее вероятного кандидата от демократов. У нее есть только одна выигрышная карта. Это то, что она женщина. И честно говоря, если бы Хилари Клинтон была мужчиной, за нее бы не проголосовало бы и 5%. Ей помогает только то, что она женщина. Но самое прекрасное, что женщинам она не нравится. А посмотрите, как сегодня меня поддерживают женщины. Дональда Трампа уже критиковали за высказывания, которые многие сочли женоненавистническими. И нынешние заявления он сделал в тот момент, когда миллиардер вроде бы пытается сдержать свой не в меру ретивый язык. Итак, это убедительная победа Дональда Трампа. Вечер триумфа. Вопрос теперь в том, можно ли его остановить. Можно. Так считает его главный соперник Тед Круз. Это митинг в Индиане, где пройдут следующие праймерис. Возможно, решающий момент для тех, кто пытается остановить Дональда Трампа. У меня для вас сегодня есть хорошие новости. Теперь эта кампания перемещается на более благоприятную почву. Предсказать результаты гонки за номинацию от Демократической партии намного проще. Хилари Клинтон опередила Берни Сандерса в четырех из пяти штатов, далеко оторвавшись от соперника. Она призвала демократов сплотиться вокруг ее кандидатуры. Мы объединим нашу партию, чтобы выиграть эти выборы и построить Америку, в которой мы все будем процветать. Америку, в которой мы поддерживаем друг друга, а не пытаемся спихнуть друг друга в пропасть. Берни Сандерса теперь призывают отказаться от гонки, но он говорит, что его политическая революция будет продолжаться. Если мы не изменим нынешнего положения вещей, нашей экономикой и всей страной все больше будет управлять кучка миллиардеров. Но вместе мы можем предотвратить это. Борьба за номинацию от демократической партии практически завершена. Но, несмотря на все бахвальство Дональда Трампа, этого пока нельзя сказать о президентской гонке у республиканцев.